здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я таролог и практик сегодня мы с вами гадаем на четырех колодах на великолепную тему пророчество на ближайший месяц неважно когда вы открываете это видео это пророчество будет действовать для вас когда вы смотрите это видео потому что ну кто-то может даже через два года открыть это видео да но ему нужно будет знать пророчество на ближайший месяц он выберет позицию и может смотреть спокойно все будет для него актуально для этого человека до использовать я буду какие колоды сегодня вот великолепная просто шикарнейшая колода таро отшельника вот такой вот у нее зеленый край светящийся просто невероятные видите а вот я ее обожаю обожаю прекрасные рисунки прекрасная колода говорящие мне нравится но мы ее называем не таро отшельника сосуробита но она так есть таро сосуробита просто это очень смешное для нас ну как бы не смешное слово но такое необычное необычное и кроме как сосуробита я не могу ее никак называть да так ну что у нас еще знаки вселенной татьяна мужицкой как вы помните люблю да а вот рун рун и вот эти вот прям давно не использовала это автор велимира и колода фрей вот называется тироны такие они конечно саморисовки но они довольно интересные мне не нравится я тут что-то половина перевернута ну ладно это неважно я потом переверну я гадаю только на прямых картах и ленорман челси ленорман челси у меня это новая колода вы знаете да очень красивая ну кому как конечно мне красивая и вообще все колоды свои люблю и так ну давайте выкладывать четыре позиции на таро отшельника на этой прекрасной светящийся колод зеленым вот таким краем у меня еще колоды не было вот чтобы так светилась зеленым у меня еще не был у меня есть розовым светится золотым но зеленым у меня еще не моя рада этому что у меня есть колода серебристым серебристым а зеленым вот сейчас у меня есть эта колода и люблю обожаю красивейшая колода и пока я выкладываю карты я вас приглашаю на индивидуальные расклады консультации ритуалы пишите мне в вайбер ватсап вконтакте в instagram в telegram я вам отвечу сообщу все свои условия цены и мы с вами обязательно поработаем какие у нас сегодня будут на позициях камни камни решила выкладывать самоцветы наши так что есть то есть гранат необработанные есть видно ли нет что на красная не знаю но это очень круто я люблю гранат у меня муж очень у меня муж у мужа любимый камень по моему даже гранат но тут видно что на красный видно так светится на так смотрим дальше что еще возьму а вот такой возьму перед это золото дураков и но его все так называют золото дураков раньше им обманывали людей и говорили что это золото ему покупайте да ну и все и след простыл того засранца который продал так что еще возьму возьму нефрит на третью позицию нефрит кусок нефрита нефрит сами знаете дал китайцев это камень всего богатство процветания защиты великой магии так далее и вот на последнюю решила янтарь вот янтарь мы находим на море самостоятельно и вот это я нашла кусок ну или мой муж нашел кто-то из нас нашел в общем то смотрите там внутри целый мир видите это необработанный янтарь совершенной то есть к нему не касалась рука человека для обработки да и внутри целый мир вот я показывала в инстаграме свое кольцо новое там тоже внутри целый мир она тоже из натурального интерьер от видите в нем это же также вот током минимальная обработка сверху то есть этот янтарь отшлифовать будет примерно такое кольцо на потому что тут даже такой же неровный но изнутри с там такой же янтарь вот можно так сделать отшлифовать кольцо вот мы вот так вот такие всякие янтарь ки находим на море часам покажу для тех кому интересно на такие всякие очень-очень это мне нравится конечно ну про это видео снимали много раз вот в этот раз тоже снимали когда мы и приезжали ну начнем первая вторая третья четвертая позиции те кто еще не выбрал ставьте на паузу выбирайте потом переходите на свой тайм-код пророчество на месяц и мы начинаем и для тех кто выбрал первую позицию наш великолепный камень гранат давайте посмотрим сначала на тару что вам на ближайший месяц момента просмотра на пророчат карты солнце а это очень счастливый месяц у вас вот когда бы вы не смотрели вы открыли это видео до взяли первую позицию вас счастливый месяц месяц солнца это вот одна первая карта общая она показывает счастье она показывает что даже если какие-то плохие будут карты выпадать месяц на самом деле счастливый пророчится это значит что вы испытаете понимаете вот период счастья вы испытаете в своей жизни в ближайший месяц солнце это карта откровений даже я бы сказала то есть когда человек может получать какую-то для себя ясность информацию когда человек может исполнять какие-то мечты и желания многие люди спрашивают вот мы смотрим ваши расклады и мы там счастливые богатые будущем да а когда к вам обращаемся на индивидуальные расклады то бывает что вы отвечаете что-то что противоречит раскладам общем я говорю на общие же расклады вы сами выбираете а индивидуальная гадаю я вам вам я дано картах уже индивидуально уже только вам лично но вы знаете когда вы вдруг вот вытягиваете это противоречие в виде вот такого счастья да вот допустим кто-то из моих клиентов сейчас смотрит видит солнце на ближайший месяц вы знаете эта карта она все равно показывает что вы будете счастливы и даже несмотря на то что вдруг в индивидуальном раскладе вы получили допустим другую информацию почему потому что месяц длинный месяц длинный это не один день это 30 дней или 31 день и там всегда есть место для счастья для исполнения желания мечты для того чтобы поправить финансовое положение для того чтобы любить там всегда есть место и солнце она показывает что этот момент счастья он будет наступать в любом случае более того солнце это ваша возможность это все сделать для себя до возможность исполнить свои желания бывает такой возможности нет человек бегает 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 ему нужно то трудиться то еще что-то а бывает что он вот у него есть возможность есть время заняться тем чтобы исполнить какую-то свою мечту но допустим мечтали вы ну там спортом заняться похудеть бывает забегаешься так что какой там похудеть хватаешь бутерброд на лету бежишь куда-то а бывает что ты можешь этим заняться вот солнце показывает эту возможность а все ваших руках исполнять эту возможность или нет мы же смотрим пророчества то что пророчат карты ваши возможности пророчат ваши счастливые возможности вот внезапно какое-то счастье наступит да давайте еще посмотрим десятка жезлов вот видите следующая карта показывает нагрузку то есть да у вас будет счастье ближайший месяц пророчит карты счастья но пророчат и нагрузку они говорят о том что может быть вы и счастливы будете потрудиться а есть люди которые счастливы работать я например у меня даже ручка есть вот мне сестра подарила поспишь поспишь потом но это не точно это про меня вот и многие люди когда им говорят тут ты будешь много работать это счастье есть клиенты есть вокруг те кто нуждаются в тебе это счастье это не горе какое-то до поработать вот но есть люди которым это в нагрузку ну значит вам придется потрудиться во благо себе и других да и карта говорит что вы схватитесь за много дел одновременно что является энергозатратным и сразу же выход из этого я могу подсказать распределяйте свои дела в очередь нельзя хвататься за все одновременно но нельзя если сейчас начну прибираться разговаривать с клиентами готовить борщ и записывать видео одновременно меня никто не поймет из всех присутствующих в этой ситуации участников вот я же сейчас пишу видео я же не не готовлю при этом борщ правда и не стираю а говорю с вами то же самое вы должны делать что еще мы здесь видим рыцарь мечей но здесь какой рыцарь мечей он рубит бабочку пополам вроде как да но мы видим из нее как будто бы две бабочки родились ну как бы так волшебно и я здесь понимаю так что до любой большой мечты нужны ну так скажем маленькие под цели маленькие мечты которые нужно исполнить чтобы исполнить большую мечту да и карты как говорят что у вас ближайший месяц будет возможность ну хотя бы к вашему большому желанию еще исполнить свои какие-то маленькие желания которые ведут к этому большому то есть более того напористость яркость и подвижность вас будет преследовать вас быть много энергии несмотря на то что вы даже схватитесь за много дел до энергия восполняется это видно по рыцарь мечей но часто карта показывает и здоровый такой конфликт что это значит это когда вот допустим есть человек рядом до который видит ваши способности ваше счастье вашу энергию и говорит ну давай тогда вместо меня поработай а чё но это обычно на работе бывает когда один сотрудник пользуясь своим авторитетом спихивать на тебя работу свою работу соседней еще там других да и ты начинаешь здоровый конфликт будет бунт по рыцарю мечей ну как же так чет на меня спихивать свою работу да я позитивный вроде как светлый человек по солнцу но я не хочу делать твою работу я хочу делать только свою и это нормальный интерес здоровый к тому чтобы получать деньги за то что я делаю не работать бесплатно да то есть я мало того сделала то что я делаю получила зарплату так я еще за тебя что-то буду делать конечно это бунт сразу бунт на корабле начинается до из-за лишних обязанностей то есть об этом карты тоже здесь сказали такие указания дали да те кто стремится к богатству по этим картам я так могу сказать что финансовое положение может улучшаться но за счет активных действий то есть нет такого чтобы деньги на вас не было в этот ближайший месяц по пророчеству падали что нам скажет челсель норман ну конечно я вытянула обложку почему я не вытащила забыла хорошо так но мы здесь видим облака облака показывают что да у вас будут какие-то мелкие проблемы которые нужно будет решить задачи у всех есть какие-то текущие задачи их надо решать но вам это будет не нравится вот вы как будто бы зафиксируетесь на том что как-то преследует вас хлопоты а зачем жизнь во первых без хлопот не существует просто не бывает а во-вторых облака это такая карта она показывает на небе бывают точки а бывает солнышко тем более что солнышко вам уже выпало и конечно кроме этих точек еще и будет рассвета и мелкие проблемы уйдут они решаемы то есть карты сразу указали что у вас будут мелкие проблемы но они решаемы и мы здесь видим карту мужчина вы будете взаимодействовать с каким-то мужчиной вообще мужчина это надежда и опора и поддержка то есть не только вот просто человека человек который может подставить плечо поддержать взять ответственность на себя помочь мужчина это человек мужского повод понимаете да но бывает конечно что женщины проявляют лидерские качества но здесь я думаю что это все-таки вот вашей жизни будет какой-то мужчина играть основную важную нужную роль и мужчина вам в чем-то будет поддерживать чтобы вот эти облака тучки на небе рассеялись чтобы все было хорошо ну давайте посмотрим что скажет руны характеристика вашего месяца что она пророчат вам руны на ближайший месяц тут смотрите здесь выпала очень интересная руна манас руна мужчины до чаще всего описывает человека мужчину и мне это понравилось потому что подтвердила нашу ленорман то есть здесь мужчина и здесь мужчина это уже говорит о том что вот какой-то мужчина совершенно точно займет центральное место в вашей жизни в ближайший месяц и для мужчины это пророчество в том числе в том числе здесь у нас и луна есть и солнце и трехликий мужчина да именно трехликий что это значит человек во всех своих качествах проявляется как друг как коллега как ну может быть бизнес-партнер как любимый человек вот у кого как мужчина здесь властвует мужчина помогает и мужчина поддерживает то есть оказывает на вашу жизнь это классно основное влияние хорошую хорошее влияние оказывает поддержку вам и по сути карта показывает что разумный должен быть подход к тратам к деньгам у вас потому что нужно и самому или самой проявлять ответственность ближайший месяц по сути карта показывает и активную деятельность плане работы бизнеса когда вот как я и выше говорила по таро да нужно много поработать вот руна также говорит нужно много поработать да будет зарабатываться денежка но и стараться не то что тратить да а именно тратить только рационально с подходом с таким вот именно как в рациональном до знать что я потрачу только на нужные вещи только на все необходимое и я считаю что эта карта еще и осознанности то есть руна показывающие что нужно уметь рассуждать и не эмоционировать потому что если вы только включите лишние эмоции вы сразу делаете ошибок ну давайте посмотрим дальше что нам скажут знаки вселенной на ближайший ваш месяц что на пророче да а теперь возлюби себя как своего ближнего аминь ну вам придется полюбить себя потому что вы человек скорее всего часто пренебрегающий собой в пользу другим людям и старающийся для многих больше чем для себя а здесь карта говорит что нужно себя любить нужно себя жалеть нужно относиться к себе хорошо и делать себе подарки да поэтому возлюбите себя ближайший месяц и все будет хорошо ну вот такая первая позиция а мы идем дальше позиция номер два пророчество на месяц что же вас ждет господа владеющие вальф фальшивым золотом туз кубков ухты это очень хорошая карта она говорит об изобилии всего ближайший месяц будет изобилие всего много разных впечатлений понимаете вот прям много карта показывает изобилие чувств большую любовь взаимную она показывает что месяц будет плодотворным много идей много творчества показывает что будет много денег изобилие средств изобилие денег доходов до подарков много хороших эмоций впечатлений внимание и вообще принципе вот времяпрепровождение на природе у воды часто бывает вот такое по этой карте вообще карта любви да вы знаете что туз кубков это самая такая любовная карта когда есть любовь через край когда вам говорят признание в любви слова комплименты предложение руки и сердца часто знакомства судьбоносные по ней проходят но вот характеристика месяца основная такая до счастливый месяц счастливый ближайший давайте посмотрим что еще скажет таро шестерка пентаклей люди будут вам помогать обращаться к вам за помощью кто-то сделает для вас хорошие для кого-то сделайте хорошие вы здесь идет взаимодействие как мы видим на карте мужчины и женщины и связывает ниточка судьбы и это ниточка не может разорваться но также конечно карта показывает и связь просто между всеми людьми да то есть если вы помогаете другим обязательно вселенная поможет вам в виде каких-то ваших помощников других людей и так далее конечно эта карта благотворительности то есть вы можете заниматься благотворительностью помогать людям поддерживать их всячески да и делать для них добрые поступки ближайший месяц много чего хорошего можете сделать работа социальная у вас падает то есть когда ты можешь работать с людьми и много для них делать именно вот как помощи какой-то но и просто видно что ваше материальное положение улучшается двойка мечей вы с кем-то помиритесь в скором времени ну и на что-то придется именно закрыть глаза или заключить мир войне в какой-то бывает да что мы воюем с людьми по какому-то вопросу боремся и так далее а вот здесь придется как будто мирный договор то заключать потому что это важно быть в мире согласии с другими не ссориться мириться заключать мир для того чтобы окружающие жили хорошо не только вы до вашем вашей войне вот бывает муж с женой воюют а дети так как то есть нужно ради детей мир заключать и так далее то есть вот такая карта хорошая карта добрая наведение мостов но также карта показывает договоренности то есть контракты вот я заключаю с тобой контракт допустим ты мой конкурент но мы друг друга не трогаем но объединяемся вместе против других конкурентов да это называется всякие союзы альянсы даже в бизнесе есть такое постоянно давайте еще посмотрим для норман челси что еще там у вас пророчестве на месяц мыши 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 это шубуршание суета вообще мыши вот карта которая мне например часто падает почему потому что возня постоянно идет у меня вот народ он не прекращаясь циркулирует люди 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 поэтому выше падают если это не всегда плохая карта воровства что вот вас из-под тишка воруют хотя может такое быть вы знаете вполне что могут обманывать воровать но это если у вас есть что воровать есть где тогда следите за своими вещами до мыши часто до означают что вот есть склад допустим или магазин у вас а там завелись мыши крысы ну то есть люди которые могут что-то утащить с этого склада просто следите нанимайте охрану следите за своими вещами за уборщицами ваши вашими следите за домохозяйками а как за дома управительницами за поварихами кто у вас там дома работают и также просто за людьми которые в гости приходят у меня были такие случаи что я на всю жизнь запомнила понимаете что пришла ко мне женщина которая является членом моей семьи а когда ушла у меня не оказалось туши косметички и это было страшно я понимала что у человека нет денег и он дошел до крайности до самого конца вот уже до грани на грани быть но можно было попросить можно было и вот тут тоже самое иногда люди доходят до отчаяния понимаете и ведь дело не в том что они плохие почему мыши обязательно это плохо мыши хотят есть крысы хотят есть это не значит что они пришли и просто вот ненавидят вас и у вас воруют еду нет им просто хочется есть и это нужно понять я знаете как подумала я на всю жизнь это запомнила да но я так подумала что если это кому-то принесло радость да наплевать не на эту тушь вообще в принципе но наплевать и все хотя у меня тогда не было денег я зарабатывал крайне мало но мне было наплевать что я не стала осуждать и не стала ей говорить допустим что-то я просто как человек человека до что поняла что человек дошел до какого-то края и вам нужно оценивать обстановку может вы бизнесом занимаетесь оглядитесь вокруг может кто-то у вас на работе сидит и страдает приплачет может быть давно вы может платите копейки человеку а человек рыдать что его детей ничего есть естественно этот человек у вас все украдет что только можно унесет все что плохо лежит птицы у вас будет много болтовни вот у меня каждый месяц много болтовни я болтаю целыми днями мне уже все я уже кашляю от этого и все такое прочее любой преподаватель говорит целыми днями любой профессор любой учитель врач целыми днями болтает почему потому что этот человек который обслуживает других именно разговором его нужно пришел человек на прием нужно просить человека и потом выслушайте еще что-то в ответ постоянные разговоры идут то есть если вы терапевт если вы невролог если вы юрист и другой другая любая социальная профессия у вас выпадут птицы да почему потому что вы говорите и вы этим зарабатываете вот и все но также птицы могут означать сплетни видите у каждой карты есть две стороны хорошая и плохая это могут быть воры а может быть ваша хлопотная жизнь ваши клиенты кучами ходят до постоянно туда-сюда туда-сюда это могут быть разговоры с вашими клиентами а могут быть сплетни пересуды ну давайте посмотрим руны руна месяца что скажет у вас руна и вас у вас выпало ну это руна жизненной энергии мотивации и может быть умение работать когда вы справляетесь со всеми задачами когда у вас целая куча силы просто вот невероятные силы мощи посмотрите какой мощный тут мужик растущий из дерева что ли он нарисован как бы сила такая сила нарисована и конечно иногда руна показывает что что-то затем затягивается за медленно развивается как бы много нужно работы много нужно преодолевать чтобы развиваться чтобы преодолеть допустим какие-то трудности конкурентов там в работе и так далее и получается так что человек может бросить на полпути такую трудность допустим если вот работа тяжелая он знает что для того чтобы добиться в этом труде вершины нужно много-много пахать и человек говорит я не хочу тратить столько энергии я хочу это бросить потому что мне лень столько пахать и вот и есть ли у вас это упорство или его нет вот в чем вопрос руна сразу же вам задает такую задачу что вроде как мотивация сначала присутствует ты со всей своей жизненной энергии идешь в то чтобы работать руна кстати часто показывает долголетие но при этом если вы хотите добиться вот самого верха то нужно и терпение уметь проявлять да конечно же по этой руне если вы хотите много денег это борьба обязательно борьба и источником денег здесь извиняюсь за храб демида является только один бизнес вот допустим нельзя распыляться распыляться на несколько бизнесов нельзя распыляться допустим там на несколько видов деятельности и вас показывает один вид работы которую нужно целенаправленно выполнять и по сути это руна руководителей руна людей которые никогда практически не отдыхают потому что если они возьмут паузу сразу же денежки поток денежек прекращается до прекращается а где если клиентов не обслуживаешь вот я сейчас перезвать перестану брать расклады на что я буду все а где у меня кто-то пенсию мне будет платить дополнительным нет у меня есть пенсии но она другая а тут мне кто-то будет еще как пенсия торолога или что в размере моей зарплаты моего дохода нет конечно то есть мне надо что делать работать я сейчас возьму оставлю эту работу кто мне будет оплачивать да никто не будет я буду сидеть без денег правильно правильно поэтому вот вас также допустим кто-то салоны красоты держит но если не придет девочка наращивать реснички где ты денег возьмешь но уже нигде не возьмешь на ноготочки не придет делать него ник возьмешь ты нигде денег вот такая работа да и вы знаете что ее не оставишь на твое детище попробую дисни и куда-то с нее пойдешь ну давайте посмотрим теперь знак вселенной для вас пророчество на месяц что там у вас будет по знаку от любимая моя карта я прям к ней еще одну достану потому что но это вот самая непонятная карта и всей колоды татьяна мужицкой для меня все либо то либо не то ее можно трактовать тысячам спут тысячами способов до тысячами просто вот либо то либо не то вот я уже несколько раз спрашивала ваше мнение об этой карте поэтому возьмем следующую не взрослете это ловушка вот если вы ко всему будете относиться очень серьезно то это будет для вас настоящей ловушкой живите играючи смейтесь да у вас выпал туз кубков изобильный на месяц смейтесь у вас много хорошего выпало поэтому радуйтесь жизни ничем не думаете такая позиция номер два а мы идем дальше позиция номер три наш нефрит пророчество на месяц что у вас будет храпящий димит у вас будет пятерка кубков пятерка кубков эта карта разочарование что это значит это когда ты вот у тебя радуга сзади два полных кубка да ты не понимаешь этого не понимаешь что бог тебе все подарил все твои возможности кучу всяких вариантов развития события ты фиксируешься на какой-то ерунде вот я это так вижу прям на ерунде ну представьте что вы разбили любимую мамину вазу и полмесяца ее оплакиваете а у вас есть работа любимый человек хобби увлечение там собака там не знаю все что угодно хорошее зачем вы смотрите на то что вы разбили эту вазу наплевать ее уже не вернешь не склеишь да даже если склеишь она прежней уже не будет ну и все тогда нужно отпустить а вы как будто вот вам отпускать сложно да сложно из-за этого вся проблема здесь а вообще карта пятерка кубков она пустая она говорит о том что человек вот ему нравится поплакать над чем-нибудь над сериалом у меня сестра смотрит военные фильмы и плачет иногда но это же ее выбор смотреть и плакать над ними да карта смерть смотрите смерть показывает перерождение всегда да то есть заканчивается одно и начинается другое давайте посмотрим что закончится что начнется а ах а вот есть такой момент туз жезлов это фаллический символ он показывает чаще всего страсть вот когда есть вот этот минутный импульс страсти я все время говорю любовь живет три года до сексуальное влечение живет три года а дальше что дальше нормальные отношения уже такие дружеские и по королеве пентаклей как будто бы ваша связь какая-то личная перерастает очень серьезную но это может быть работа вот смотрите тут жезлов человек пошел на работу с запалом с таким прям запалом с энтузиазмом а потом у него наступает период королевы пентаклей когда он на этой работе укрепляется приобретает авторитет и хороший доход и он уже спокойно относится к своей работе у него нет такого вот энтузиазма работать день и ночь например сутками не вылазить с работы показывать свое мастерство ему уже не надо что заканчивается период туза жезлов вот либо в личных отношениях дикой страсти которая сметает все на своем пути и переход в королеву пентаклей да то что рождается королева пентаклей когда у тебя серьезные отношения предложения руки и сердца да вот либо в работе так период первого запала прошел и пошло мастерство настоящее когда ты уже уверенно себя чувствуешь в этом в этой работе на этом рабочем месте вообще королева пентаклей это процветание а тут жезлов это действия которые ведут к процветанию что заканчивается запал до ведущий к процветанию и наступает само процветание чего плохого не выпало так ну давайте смотреть еще что еще по пророчеству вас ждет ближайший месяц карта мир видите мир показывает очень большие успехи особенно материальном плане когда человек может становиться более успешным но карта мира часто показывает и переезды поездки да и подведение итогов своей жизни что вы куда-то едете и там смотрите на свою жизнь уже с высоты птичьего полета вот я поехала недавно в москву в сергеев посад из калининграда и поняла лучше калининград и города пока в россии я не видела для жизни да не москва не какой-то там другой город не сергиев посад лучше пока калининграда нет и это можно было увидеть только тогда когда я из калининграда поехала что потому что в четырех стенах как говорится калининградских сидеть не надоело из-за этого коронавируса да естественно мне хотелось сравнить я поехала я сравнила я поняла где мне на самом деле всегда все это время было очень хорошо я нисколько не ошиблась где я живу да и со спокойной душой приехала и теперь счастлива вот это же самое мир подведение итогов ты куда-то как будто бы едешь и понимаешь где тебе хорошо там куда ты приехал вот мое новое место буду тут жить да вот я когда-то сюда переехала или я туда приехал и понял где мне было на самом деле хорошо поеду обратно давайте посмотрим ленорман челси что он скажет за пророчество да какое нам на ближайший месяц но мы здесь видим аиста который тоже показывает часто переезды но не только переезды зарождение семьи брака серьезные отношения новую недвижимость да это очень хорошая карта но всегда перемен то есть ближайший месяц у вас будут об корабль перемены кардинальная кардинальная особенно в плане переезда в путешествие смены места жительства смены работы даже ну а почему это все происходит вы засиделись видите по пятерке кубков у вас уже были пустые страдания может быть день сурка надоел каждый дневный вы уже не видели своих возможностей вот что нужно сесть в самолет и подняться на высоту птичьего полета и выше чтобы посмотреть сверху на свою жизнь самолете вообще кстати много чего осознается когда летишь поэтому здесь да здесь у вас какая-то поездка на ближайший месяц еще и дерево выпало процветание выздоровление укрепление жизненных позиций до укрепление связи с родом но вообще дерево поза показывает и доходы и вот очень сильно укрепление здоровья материальные базы на стабильность жизни вообще хорошая карта очень она мне нравится тем что она показывает именно людей которые очень хорошо себя чувствуют крепкие их ни одна болезнь инфекция и так далее не свалит никогда но также дерево показывает человека который не гнется не гнется и все ты не можешь уговорить таких тоже бывает дерево показывает у каждой карты две стороны хорошие плохая я вам говорила это уже другой позиции но уже не все позиции смотрите вот повторяю только на этой карте на дереве что мы иногда встречаем по этой карте не сгибаемых людей если мы хотим переубедить в чем бы то ни было а шиш мы их переубедим да давайте посмотрим руна месяца что там нам колода фрей подскажет руна ты и вас тут мужик с топором конечно это сильная мужская руна понятно но эта руна достигает целей нужно применить свой авторитет свою свои амбиции свое желание достичь этой цели и вы достигнете конечно это мужество это лидерство и это власть вера в успех то есть когда ты веришь в себя знаешь что у тебя получится и после действительно трансформации у вас получается в себя поверить то есть видите в ближайший месяц сначала вы себя в себя совершенно верить не будете сначала потом у вас идет перерождение конец ситуации и вера в себя уже укрепление позиций и вот на основе этой веры в себя вы пойдете вперед достигните своих целей да но конечно руна может показывать что вы способны двигаться лишь в одном направлении и других вариантов от вас нет она же никуда больше не указывает только вперед поэтому когда вы будете двигаться к цели знайте что это один вариант решения вопроса достижение этой цели конечно же это руна показывает что ну могут быть удачные покупки допустим очень дорогие и также руна может показывать даже если вы допустим бизнесом занимаетесь что это захват вами рынка и это очень интересный момент здесь конечно же может вы акула в бизнесе до немножко тут прикручились но вы понимаете что при смене тактики кардинальной все пойдет вперед но давайте посмотрим знаки вселенной что он скажут знаки вселенной на ближайший месяц какой знак вам выпадет мечтай все получится сказал знак вселенной и правду сказал почему потому что когда мы мечтаем о хорошем хорошее и исполняется когда мы думаем о плохом сами понимаете притягиваем что поэтому мечтайте мечтаете у вас все получится все ваши желания исполнятся но такая позиция номер три а мы идем дальше позиция номер четыре пророчество на месяц и наш особенный янтарь внутри которого целая своя вселенная и новая жизнь и так что же ждет вас ближайший месяц восьмерка кубков ухта на волосы решил от отрезать многие сменят прическу ох и многие же имидж имидж поменяете да ну а если честно если откровенно карта иногда показывает уход то есть когда мы переходим с одного места на другое но тут смена имиджа почему она идет потому что человек когда он переходит с одного на другое место он меняется да ему надоела одна и та же обстановка рутина он живет в болоте да в своем каком-то болотце засиделся и соответственно когда мы видим восьмерку кубков мы всегда должны знать что человек будет все менять вот вы будете все менять потому что вам то что было надоело все старое надоело вплоть до прически гардероба там и так далее давайте посмотрим что еще карты покажут на ближайший месяц у вас интересненького шестерка жезлов победа ну а как без победы в такой ситуации если вы все решили поменять если вы наконец-то теперь человек который взялся за себя до соответственно вы и будете побеждать себя в первую очередь себя ну и свои какие-то трудности по тоже побеждать будете шестерка жезлов всегда показывает человека который может занимать в коллективе лидерские позиции что-то значит руководящие звено то есть вы можете продвигаться по этой карте по карьерной лестнице понимаете и возглавлять какие-то команды отряды люди за вами пойдут легко потому что они вам доверяют у вас идет смена обстановки может быть в том что вы меняете кабинет но почему нет на кабинет начальника да ну и конечно карта иногда означает победы в любви когда вдруг ты увидел что надоела ты со своим образом своему мужу а пойду-ка сменю имидж и победила муж снова на фоксе бегать за тобой дарит цветы да ночью классно давайте еще посмотрим девятка мечей девятка мечей показывает что вы будете побеждать свои страхи и свою свою неуверенность в себе почему побеждать я сказала потому что она выпала рядом шестеркой жезлов тоже понятно то есть это не то что при украшаю здесь девятку мечей да как многие про меня могут подумать здесь которые типа знают таро а потому что я вижу она выпала шестеркой жезлов шестерка жезлов всегда дает девятки мечей уверенности в себе она говорит ну что-то девятка мечей в себе сомневалась я даю тебе запал я даю тебе позитивный настрой уверенность себе я говорю тебе что ты способна и ты способна и вы начнете верить в себя то есть вы побеждаете свои внутренние затыки в ближайший месяц и карта суд выпала которая показывает реабилитацию но что такое суд это выздоровление часто до восстановление своих позиций ну как бы возобновление может быть деятельности или может быть вы наращиваете снова обороты хотя раньше у вас уже но было падение спроса например или еще что-то такое суд всегда говорит о реабилитации о том что идет улучшение в какой-то сфере хотя человек уже опустился на дно более того это восстановление иногда отношений личных с тем с кем вы очень хотели бы быть в отношениях но разорвали их давайте посмотрим что нам ленорман ленорман челси скажет вообще в принципе на ближайший месяц а джокер джокер это везение удача большая удача то есть почему вам выпал джокер потому что вам крупно повезет да потому что вы такой своеобразный бунтовщик и когда человек знать чего он хочет когда он живет играючи когда он ему ну на его на его стороне фортуна например то и соответственно он наращивает обороты он наращивает свои силы и во многом ему везет его жизнь встречает с улыбкой он радуется он счастлив и по сути вам в чем-то именно крупно повезет ближайший месяц давайте еще посмотрим рыба ведь в деньгах повезет то есть джокер вы был выпал с рыбой это значит что фартанет в деньгах на но это не значит что вы должны делать ставки на скачках выпал также якорь якорь говорит о том что вы надолго закрепите свое финансовое положение что это значит это значит что вы попадете в струю такую по джокеру где вам повезет да что вы надолго приобретете рыбу надолго приобретете большие доходы по якорю да это будет не один месяц доходов а много месяцев доходов одинаково хороших это очень хорошая тенденция давайте посмотрим теперь руну месяца что там в руне аха голос интересно интересно а что же она заканчивает хаглас это руна разрушения что нужно разрушить и что создастся вместо этого вновь о смотрите-ка вы тут было как будто бы ну не понимание с мужчиной да и может быть даже как будто с одним мужчиной отношения разрушится создастся большая любовь с другим у одной женщины или у нескольких может даже так проиграться эта ситуация но в остальном по сути тут человек один это единица на коне скачущая а здесь они объединились вот у вас период одиночества заканчивается даже если вы были долгое время в паре такое чувство что вы чувствовали себя в паре одиноким человеком или одинокой если же вы были реально одни у вас появится пара а если вы чувствовали себя одиноким в браке или в отношениях здесь наступит период невероятного взаимопонимания и любви по сути разрушается здесь одиночество и воссоздаются союзы это очень важно вы знаете это такая хорошая тема я считаю что то такой добрый знак для вас на ближайший месяц ну и давайте посмотрим что скажут знаки вселенной для вас мы разрисуем все заборы своими стихами достань пожалуйста краску из рюкзака вы знаете это очень хороший знак он показывает что нужно уметь любить мечтать быть настоящим в душе поэтом да и художником творческим человеком люди будут вас за ценить уважать о чем-то вы хотели вот что-то сделать спрашивали как будто внутри себя карта говорит не нужно не нужно может быть какой-то импульсивный поступок хотели совершить не нужно говорит карта не надо не стоит вот что-то глупое вот подумайте что-то глупое хотели сделать не надо этого делать знак сразу же идет но такая позиция номер четыре надеюсь что вам все понравилось пишите свои комментарии свое мнение на это пророчество и подписывайтесь на наш канал кто еще не подписался школа тару альвиен также у нас есть канал бумажка каналы лайф на бумажке мы тренируем экстрасенсорные способности интуицию там нужно участвовать в игре угадай а на канале лайф можно смотреть о нашей жизни она простая и самая-самая обычная всем пока и до новых встреч